приветствую снова и снова следующая песня разброд разин рот розы виду того что мне не известно если капотастер или нет показываю эту песню без капотастера первой позиции соответственно ничто не мешает потом взять капотастер и поставить его на 3 лад как это показано в оригинальном видео и сыграть самое только ты доходит на 5 на любую просто прибавляешь голове нужное количество ладов если же капота стране отыграем просто в первой позиции не особо заморачиваясь и обламываясь единственный минус на что не сыграешь с оригиналом 1 ну как бы это будет звучать не особо будет разница тональности однако в принципе сыграть можно и небольшая проблема поехали первые четыре такта и вступление на басах все достаточно просто пятая струна открытая 8 раз шестая струна на первом ладу соответственно если будет капотастер все то же самое просто это будет не первый лад а четвертый пятая струна открытая шестая на первом ладу и в конце добавочка на пятая струна 3 лад играется получается пять раз шестая струна собственно вот оно вступление по разному можно его сыграть есть прикольные варианты можно сыграть около подставки специфических можно сыграть наоборот только напрям через 12 ладов от этих звуков то есть если 5 открытый антон 12 ладом будет звучать такой фаготообразный звук если первого то соответственно 13 лад я имею ввиду положение большого пальца он прямо над этим ладом если он там находится то звук получается как бы с высшим гармоник прикольно звучит вообще есть такой специальный прием классическая как разнообразить например есть еще прикольный вариант это есть тему прикольное видео на канале если помнишь напиши мне тебе соответственно кину ссылку ну ладно возвращаемся к этой всей истории очень длинная песня на самом деле я разделю это видео на две части так же как предыдущие дай бог дойти до припева потом пауза и собственно припев что у нас начинается тема звучать тут заморочка в том что сначала можно разобраться с опять же как в случае с дух астонс на чистом звуке а потом добавить глушение например да а потом уже включить ты выбираешь тот способ который для тебя удобен я сейчас попробую показать вариант сразу же когда мы работаем с глушением буду надеяться что ты уже там с ним хорошо разобрался соответственно просто делаем это супер медленно и супер медленно ты опять же все можно разобрать что у нас первые два такта этой темки звучат но по счету получается 5 6 так здесь у нас кусок от аккорда и без второй струны 4 струна и 3 струна на втором ладу мы дергаем вместе с 5 струна одновременно потом пятая струна отдельно потом мы дергаем третью струну на втором ладу и одновременно делаем удар потом опять пятая струна потом опять 5 с 3 еще раз 5 потом у нас идет четвертая струна с ударом и 6 струна и того вместе и сам конце бас меняется на шестой как бы подъездом к следующему к шестому такт медленно и спокойно получается 5 вместе с аккордом 5 отдельно 5 с ударом 5 вместе с 5 с 3 5 отдельно с удар вместе с 4 и 6 и зацикливаешь до тех пор пока это не будет вызывать у тебя легкость вся фишка в том что прямо честно довести до этой легкости и тогда все следующие сейчас все здесь все следующий огромный кусок песни будут разбирать касса значительно проще я уже по-моему сам научился пока тебе рассказывала это кстати есть простая истина которую все узнают но никогда не лишь не будет повторить это если хочешь что-то научиться делать сам возьми какого-нибудь подопытного кролика друга подругу знакомого незнакомого родственника и попробуй его научить объяснить ему своими словами все то что ты сейчас допустим узнал и усвояемость информации будут в разы больше чем если просто послушать какую-то информацию как бы и жить с ним дальше вот если кому-то еще объяснить что все точно запомнишь на всю жизнь дальше у нас идет первый лад шестая струна и четвертая струна ну можно поставить мизинец мне кажется наиболее это гораздо удобнее чем ставить безымянный палец данной ситуации получается мы дергаем от или безымянный смотри как самому как удобно ладно что получилось 6 струна 1 3 4 струна 3 лад мы дергаем ее одновременно с 6 и с 4 потом 6 отдельно потом бас ударяем и дергаем 3 струна отдельно вместе одновременно и после чего дергаем одновременно четвертую и шестую потом у нас идет шестая просто шестая еще разочек удар по шестой и шестая еще разок и того все вместе одновременно после бас удар с бас с мелодией и бас бас удар бас нотами получается фа sol фа с г фа и связан с предыдущим задача точить это как можно идеально потому что все дальнейшее происходящее в этой песне это все крутится вот этого постоянного указательном среднего самого пальца повторяем в пятый шестой лад в пятый шестой так объединяем вместе и все дальше идут как бы вариации на эту тему опять следующий два такта берем то получается 5 струна 1 потом 5 вместе с аккордом 5 4 3 струна на втором ладу потом шестая струна глушения и 3 струна потом 5 вместе с 3 3 5 отдельно шестая глушение и вторая струна открытая и шестая значит по отдельности весь так пятая аккорд удар пятая бас глушение шестая дальше у нас идет баре на первом ладу соответственно аккорд F можно его зажать целиком лучше его зажать целиком потому что дальше все ноты в принципе используются в том что мы это баре как бы кладем и приподнимаем указательный палец с первого лада второй струны чтобы прозвучала в дальнейшем вторая струна открытая звучит у нас баре шестая струна удар и вторая струна значит аккорд шестая четвертая третья вторая бас глушение бас вместе с второй открытой приподнимать приподнимаем указательный палец таким образом что он продолжал давить на шестую струну но при этом ушел с баре опять же если кажется сложным это убери чертям этот постоянный удар и сначала выучи все в оригинале как бы не играет от ударчика играем озвучивая басы гораздо проще как только выучишь в таком варианте добавить удар и будет вообще все на ура легко отскакивать некоторые кстати любят играть такие аккорды на акустике с таким узким грифом как у меня соответственно с помощью большого пальца ну то не запущает я просто опять же говорю долгое время занимался классической гитарой поэтому привычка зажимать в таком варианте закрепить очень хорошо но в этом есть своя прелесть в большом пальце сверху и плюсы и минусы и защитников и спорящих это опять же до к тому моменту использовать мизинцы или не использовать многие люди играя подобные пьесы ставят мизинцы в частности в этом видео можно увидеть что гитарист сначала очень активно использует мизинцы потом убирают опять ставят следующих это тоже и в некоторых песнях использует очень пропагандирует этот способ дескать все это помогает очень четко контролировать руку ну тут как бы сколько людей столько мнений и споров на эту тему спор очень древнего лет двести спору на тему использование мизинцы считаю воздерживаться от участия в таких спорах лично я не использую совмещаем все вместе был 5 6 7 8 так медленно спокойно вот тут у меня плохо получилось дальше идем то же самое только чуть-чуть меняется порядок звуков пятая струна пятая струна у нас четвертая струна глушение с третьей пятая с третьей пятая открытая шестая с глушением и шестая открытая и опять ф только теперь обычно без баррэ как в самом начале складываем предыдущий с этим получаем складываем с самого начала вау 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 все это дело заканчивается четвертой струной вторым ладом соответственно получается соответственно получается какие-то акты одиннадцатый двенадцатый мы играем пятую струну четвертой шестая с глушением пятая пятая опять шестая шестая в принципе вот этот акт он простой и очень классно подобные простые вещи и зациклить и на них и отрабатывать эту тему вау 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 в самом конце этого акта появляется шестая струна вот собственно она заставляет мозг вау после чего аккорд f мы сокращаем до его такой power аккордовской формы шестая струна первая лад пятая струна третья лад и бизинец четвертая струна третья лад дергаем это время на шестую с третьей с четвертой струной шестую с пятой струной удар и связываем с предыдущими вот уже можно соединить с самого начала весь кусок и это будет часть 1 наверное сейчас я после этого дела прервусь и запишу следующую часть получается вступление басы кстати еще один вариант играть басы это чередовать большой и указательный палец и 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